Переходим к самому вопросу вебинара, вопрос лечения паховых грыж. Мы вебинар поделили на две части. Первая часть посвящена открытым доступам в лечении паховых грыж. Здесь надо сказать, что современная хирургия паховых грыж начинается с Ирвина Лехтерштейна, который родился в 2020 году, умер в 2000 году в Калифорнии, в Америке, и который является основоположником и отцом всех современных направлений, которые есть в хирургии паховых грыж. Вот здесь нарисован Институт травматологии и ортопедии в Санта-Монике, в Лос-Анджелесе. Вот в этой Санта-Монике, в Институте травматологии и ортопедии, был Институт гернеологии под руководством Лехтерштейна, его друга Шульмана и ученика Амида. Амид на сегодня возглавляет этот институт, хотя уже, к сожалению, достаточно пожилой. Первое изобретение, которое написал Лехтерштейн в 60-х годах, это для русских хирургов будет, наверное, необычно, это работа о том, что больных можно оперировать под местной анестезией. Он написал, что 50 больных, которые у меня оперированы под местной анестезией, на своих ногах ушли из операционной комнаты и на следующий день ушли домой к обычному труду. Надо сказать, что мы с вами уже говорили, наверное, еще раз повторимся, подходы медиков 20-го столетия, середины 20-го столетия сильно отличаются от подхода современных медиков. В середине 20-го столетия после паховой грыжи в Америке рекомендовалось больным, ну, в Европе, в части стран, 5 дней строгого постельного режима. И от 15 до 20 дней, до 21 дня пребывания в клинике, 21 день стационарного приема. Поэтому вот эта рекомендация Амида операции под местной анестезией на своих ногах домой на следующий день, на своих ногах ухода из операционной, это была революция. Следующая работа уже в 70-х годах была издана и посвящена тому, как быстро человек может вернуться к нормальному труду. И здесь Лихтонистейн показал, что так как мы шьем, подшиваем, ну, здесь уже применялась сетка или подшиваем ткани, то первые недели после операции вся прочность трубца определяется нитями. Вот эта прочность трубца с нитями, это прочность трубца, когда нити были удалены. Поэтому по его рекомендациям к нормальному образу жизни можно вернуться сразу после операции. Смысл ограничения в двух или трех неделях нету, потому что трубец остается одинаковой прочности до той поры, пока не образуется уже прочная соединительная ткань. Называется эта статья «Развенчание мифов в хирургии грыж». Лихтонистейн впервые в 80-х годах показал, что применение сетки может быть стандартом при первичных операциях, не при повторных. И в этом его, в общем-то, глобальная роль, которая сравнима с ролью бассейна только в 19 веке. Паховая грыжа – наиболее частая патология, которая является основой работы любого стационара. Рецидивы после традиционных герниопластика достаточно высоки, но вот это статистика наблюдения за больными в пределах 10 лет. На сегодня пластик электронистейна является самым распространенным открытым вмешательством из-за своей технической простоты и стабильности. Это статья, которая была датирована 90-ми годами, статья клиники Лихтенстейна, которая анализировала опыт 23 тысяч операций. И они написали тот факт, что результаты хирургов без специального интереса к грыжам аналогичны результатам специалистов, говорит о простоте и безопасности пластики без натяжения. Впервые первую работу по грыжам Лихтенстейн паховым по методике, который потом получил название Лихтенстейна, опубликовал в 1986 году. Результаты были удивительные. Оперировано тысячу больных, из которых 99% подместной анестезии, рецидив 0, из-за осложнения наблюдали две гематомы после операционной раны. Больные в среднем проводили в стационаре от 12 часов до суток. Следующая работа. В 1993 году уже анализированы 3000 операций с четырьмя осложнениями. И уже анализированы 23 тысячи пациентов в 70 хирургических центрах. В дальнейшем эти работы постоянно развивались, мы остановимся на определенных направлениях. Первое – это применение пробки. В конце 80-х годов, в начале 90-х, Лихтенстейн активно пропагандировал применение пробки для лечения паховых грыж. В первую очередь речь шла о рецидивах. И в том числе рецидивы после герниопластики, ранее выполненных как натяжным, так и ненатяжным методом. Но к середине 90-х годов клиника полностью отказалась от применения пробки. Почему? Из-за осложнений. Из-за осложнений, которые давала и сама сетка, и пробка. Вот эта пробка находится рядом с кишкой. Вот сетка, через которую прорастает нерв, вызвавший хроническую боль, сетку пришлось удалять. Это сморщивание сетки, сморщивание пробки и иногда прорастание пробки в окружающей ткани и органы. В 93-м году Кух расщек в аторальной части сетку, сделал так называемый ласточкин хвост. Это считается на сегодня современным вариантом пластики Лихтенштейна. В конце 90-х, в начале 21-го века была применена новая, так называемая трехмерная система. Вначале ее называли ПИЧС, ПРОЛЕН ГЕРНИА СИСТЕМ, потом УИЧС, УЛЬТРА ПРО ГЕРНИА СИСТЕМ. УЛЬТРА ПРО ГЕРНИА СИСТЕМ сегодня идет как аналог, либо как альтернатива пластике Лихтенштейна. Методика этапа пластики показана на рисунках. При этом имеется трехуровневая пластика пахового канала. Одна сетка расположена позади, в предбрюшенной клетчатке, вот она расправляется. Затем такой конус, который закрывает с собой дефект. И вторая сетка, которая располагается спереди от поперечной фасции, закрывая дефект пахового канала. Вот это пластиковая часть системы. Вот так внешний вид этой пластики спереди и сзади. Как видите, выглядит пластика достаточно красиво и достаточно надежно. Однако, когда начали сравнивать результаты пластики Лихтенштейна, пластики ПИЧС или УИЧС системами, оказались, что результаты идентичны. Поэтому пришли к выводу, что нет смысла применять эти системы, а методикой выбора должна быть пластика Лихтенштейна. До настоящего времени некоторые авторы продолжают применять УИЧС систему и, в общем, сказать, что достигнуты какие-то преимущества нельзя. В чем преимущество пластика Лихтенштейна? В первую очередь техническая простота, возможность местной либо проводниковой анестезии, привычный для хирурга доступ, безболевой период, быстрая реабилитация, низкая стоимость. Недостатки пластики Лихтенштейна в основном связаны с нахождением сетки в области прохождения основных нервов пахового канала. Мы имеем в паховом канале три основных нерва илиогипогастрикус, илиоингвеналис и генитфеморалис. И, в общем-то, именно то, что сетка находится в зоне ухода этих нервов, определяет результаты этой пластики. В первую очередь результаты в плане комфортности жизни. Первоначально, когда внедряли пластику Лихтенштейна, ее сравнивали с пластикой Шалдайс. На ту пору одна из наиболее распространенных пластик, которая до той поры называлась «золотой стандарт». И когда сравнили Шалдайс и Лихтенштейн, выяснили, что послеоперационная боль примерно одинаковая. Вот в рандомизированном исследовании каких-то достоверных различий в послеоперационной боли при сравнении Шалдайс и Лихтенштейн получено. Однако, если мы говорим национальное исследование, это датское национальное исследование, полученное на тысячи с лишним больных. Где оказалось, что до 30% больных, в общем-то, результаты пластики ассоциируют с наличием боли. При этом больше половины говорят, что их беспокоит именно боль, не рецидив. Поэтому на сегодня результаты пластики пахового канала надо больше оценивать по качеству жизни, по болевому синдрому, не по количеству рецидива, так как этот рецидив достаточно низкий. Хроническая боль это любая боль, которая встречается более трех месяцев после операции. При этом официально болью называется ситуацией, когда один раз в день при изменении положения вы испытываете боль, либо выраженный дискомфорт. Почему это может быть? Ну, здесь показана анатомия основных нервов. Это генит эфеморальный, это или ангвенальный, или гипогастральный нерв. Как видите, анатомия достаточно вариативна. В паховом канале эти нервы идут вот здесь условно чисто нарисовано, но так же точно вариативно, поэтому сказать, где они проходят и где находится сетка, подшит ли нерв, взять ли он в шов, очень сложно. Вот стандартная схема прохождения нервов в паховом канале и так же стандартные виды боли и показана какая боль каким нервам может быть определена. Наиболее часто повреждается или ангвенальный нерв и боль наиболее часто характеризуется вот здесь, мошонка и внутренняя поверхность бедра. эта работа выполнена была в 2009 году, где было сказано, что если вы визуализируете все три нерва, то это занимает порядка 10 минут, при этом достоверно меньше будет после операционной боли. Вот методики визуализации и логи брастральный, и логинвенальный, и генитфеморальный нерв вот здесь визуализируется. В общем-то есть методика и технология, которая позволяет степ-бай-степ в пределах достаточно короткого времени визуализировать все три нерва. Дальше начали вопрос, насколько это влияет или не влияет на послеоперационную боль. Большинство авторов говорит, что если вы визуализируете три нерва, количество послеоперации а тут написано картинки не прокручиваются. Давайте спросим, сейчас прокручивается. Так вот, если вы визуализируете все три нерва, то послеоперационный болевой синдром будет достоверно ниже. Не все авторы с этим согласны, здесь написано, что если вы визуализируете все три нерва, не обязательно будет ниже болевой синдром. Нет, не прокручиваются картинки у кого-то. визуализируем. Видите, что вы все визуализируете визуализируем. Визуализируем. Тогда есть авторы, которые рекомендовали пересекать лингвенальный нерв. И вот работа, которая посвящена профилактической невротомии, показала, что при этом достоверно меньше в послеоперационном периоде встречается боль. Я могу сказать, в 2006 году был такой германский обзор хирургов-герниологов, и их спрашивали, как они относятся к профилактической невротомии. Каждый десятый хирург сказал, что он пересекает лингвенальный нерв для профилактики послеоперационной боли. В России, к сожалению, такого обзора нет, и мы не знаем, пересекаем или не пересекаем, и сколько. Я лично не пересекаю пока, но не знаю, насколько это правильно. Здесь еще одна работа, которая сравнивает идентификацию нерва и пересечение нерва. Одного или двух, один или два не идентифицированы. В общем-то, если нервы не идентифицированы, боли больше. Если нервы пересечены, как правило, боли меньше. Но пока что рекомендации на основе консенсуса у нас нет. Таким образом, пересечение нерва не является рекомендованным, но может применяться в каких-то ситуациях сложных грыж. Как еще можно провести профилактику боли? Первое, избежать глубокого внедрения скобок и спирали. Это чаще относится к лапароскопической пластике, хотя некоторые хирурги и при открытой пластике применяют степлеры. Модифицировать, либо отказаться от механической фиксации. И фиксировать клеем. Еще одна профилактика боли, так называемый воздушный узел. Узел, который завязывается на зажиме и который, после того, когда зажим будет удален, будет парить над тканью. В этот узел невозможно захватить нервный корешок, соответственно, не будет хронической боли. Вот одно из методов профилактики – это приклеивание тесукова. Тесуков сейчас, к сожалению, в России не очень широко применяется или снят уже, не сертифицирован, но аналоги фибринового клея, они есть. И в принципе, фибриновым клеем можно клеить вот так сетку, проводя вариант бесшовной пластики Лихтенштейна. Дальше понятно. Еще один вариант – это применение самоклеящихся пластин. В данной ситуации показана пластинопрогриб, которая обладает вот такими вот крючочками. Эти крючочки рассасываются, она этими крючочками цепляется за ткань. Ее можно оставлять в ране, не приклеивая и не подшивая. Постепенно рассасываются крючки, и сетка остается в ткани. Однако проблема в том, что мы до сих пор не знаем, с какой скоростью образуется прочный рубец. И как долго сетка может смещаться в паховом канале. Поэтому приклеивание – это будет удел отдельных людей. Но не будет стандартом. Основным является пришивание сетки, при том используется либо медленно рассасывающий, либо нерассасывающий материал. Еще один вариант профилактики – это помещение сетки в предбрюшенное пространство. Таким образом, она находится позади поперечной фасции, а основные – нервы перед поперечной фасцией. Одна из методик, которая достаточно давно применялась и была рекомендована – это так называемая методика Кюгеля. И сетка называлась Кюгель-Херния-Пач. Вот такая технология небольшого разреза, вход в предбрюшенное пространство, мобилизация грыжевого мешка, размещение сетки целиком в предбрюшенном пространстве, при этом использовалась сетка с памятью формы. Память формы определялась вот этой полиамидной или полипропиленовой леской, которая складывалась, склеивалась здесь или сваривалась, и помещалась вот в чехол такой. Результаты пластики были очень интересны, и в общем, по болевому синдрому, пластика Кюгеля превышала Лихтенштейн. Но при этом в ближайшие годы уже появились работы по осложнениям. В основном эти работы касаются американских врачей, американских больных. Организация свещей, которые потребовали сложных реконструктивных операций, пенетрация сетки в кишку, которая потребовала ее резекции, свещевые ходы, которые потребовали реконструктивных операций, сиромы и так далее, и так далее. Вы видите, это все осложнения пластики Кюгеля. Это единственный вид и единственная сетка, по поводу которой, ну вот, коловизикальная фистула, извините, фистула между кишкой и мочевым пузырем, как результат пластики Кюгеля. Единственная пластика, по которой был специальный создан, как бы комитет противников пластики Кюгеля в Америке, которые потребовали от FDA запрета. Смотрите, они написали, что 7 больных с пластикой Кюгеля имели перфорацию толстой кишки, 11 имели проблему, связанную с разрывом этого кольца, несколько имели энтериальные фистула, один умер от септического шока. Таким образом, вот это вот собрание противников пластики Кюгеля привело к тому, что в определенное время, по-моему, в 2005 году, эта пластика на территории Америки была запрещена. В чем же проблема? Проблема оказалась в производственном браке. Вот таким было сваривание первичного этого кольца. И вот это сваривание позволяло кольцу здесь разрываться. Вот современный вариант сварки, который уже не позволяет разрываться. Кроме того, современное кольцо изготовлено уже из нерассасывающего, а из медленно рассасывающего материала. И, соответственно, исключается возможность пенетрации, либо пробонения. Еще одна методика, при которой сетка располагается в предбрышине, это так называемый ванн-степ или ТИПП, трансэндвенальная преперитониальная пластика. Пластика происходит через передний доступ, через паховый канал, а сетка в основном расположена в предбрышиной клетчатке. Этапы ванн-степ, они простые. Делается небольшой разрез, через который осуществляется доступ в паховый канал, выделяется семенной канатик, берется на держалку. Дальше вы делаете доступ в предбрышинную клетчатку через поперечную фасцию, в эту предбрышинную клетчатку помещаете большую марлевую салфетку. То есть вы там создаете пространство и предварительно останавливаете мелкое кровотечение. Дальше вы мобилизуете грыжевой мешок, выделяете его, погружаете, берете сетку, моделируете ее, делаете вне отверстия. После того, когда вы сетку разместили вокруг семенного канатика, вы ушиваете ножки сетки, потом уже удаляете салфетку и помещаете сетку в предбрышинную клетчатку позади лунной кости. Вот для сетки упором является лунная кость. Сетка также имеет память-форму, сетка называется полисов, и вот она вот так вот расположена и упирается в лунную кость, закрывая полностью собой паховый промежуток. Вот так окончательный вид в схеме операции. Когда сравнивали пластику Лихтенштейна с ТИПП, в Кахреновском исследовании сказали, что достоверных результатов нету, есть некоторые преимущества ТИПП в плане послеоперационной боли, но требуется дальнейшее исследование. Вот это еще один мета-анализ сравнения ТИПП, это хроническая боль. Здесь достоверно лучшие результаты предбрышинной пластики. Притом в остальных результатах в образовании серома или других осложнений результаты примерно одинаковы. Еще одна методика, где сравнивали ТИПП и Лихтенштейна в плане качества жизни и хронической боли. ТИПП как в рецидивах, так и в хронической боли лучше, чем пластика Лихтенштейна, или как минимум сравнима с пластикой Лихтенштейна. Еще одна работа по сравнению ТИПП и пластикой Лихтенштейна, и также достоверное снижение боли. Единственное, что может остановить, это та работа, которую написал Чен вместе с Амидом, это вопрос о том, что мы помещаем сетку в предбрышинную клетчатку при невозможной визуализации всех структур. И это может привести к отдаленным осложнениям, в первую очередь те осложнения, которые были при пластике Кюгеля, это к пенетрации сеткой мочевого пузыря. Пока что таких работ нет, но необходимы хотя бы 5-летние, 10-летние результаты наблюдений, чтобы можно было понять, насколько пластика ТИПП безопасна. При сравнении пластики Кюгеля и пластики ТИПП, послеоперационная боль была примерно сравнена. И еще раз говорю, она была при этом меньше, по сравнению с пластикой Лихтенштейн. Еще одна сетка с памятью формы, которую не рекомендуют применять, из-за того, что вот это колесо сделано из нитинол. И так как нитинол является достаточно реактогенным, неправильным, нерассасывающим материалом, в принципе, эта сетка имеет очень ограниченное применение. Плаг-энд-патч. Мы вернулись, есть такая методика применения пробки и сетки. Методика стала мало применяться, из-за того, что я уже говорил, пробка имеет свойство, вот здесь вот показано, вызывать перфорацию кишки с выходом кишечного содержимого за пределы кишечной стенки. Хотя недавно появился вот такой трехмерный валанг, который применяют, вот затыкая перфорационный, затыкая дефект поперечной фасции, но не накладывая сверху сетку. Еще один вариант валана также применим. Это уже 3D-варианты сеток. При этом вот показали вариант валана и вариант обычной сетки и сказали, что при валане сморщивание меньше, фиброз меньше, а воскулиризация тканей лучше. Но применение трехмерного валана пока имеет очень ограниченное свойство и применяется только некоторыми хирургами. Еще одна работа, это французские авторы применения, то, что называется D-DOM сетки. Они говорят, что это четырехмерная сетка, так как исходно она относится к разряду тяжелых, но потом 90% этой сетки рассасываются, она становится сверхлегкой. Исходно 120 грамм на квадратный метр. В конечном итоге, извините, вот здесь показано 12 грамм на квадратный метр, сверхлегкая сетка. При этом вот она исходная, это как валан, а вот конечная сетка, и вот они два варианта сеток, которые проросли уже тканями. D-DOM применим только во Франции, в других странах его особо не рекомендуют и не применяют. И также во Франции он применяется несколькими хирургами. Большинство авторов считает, что применение легких и композитных сеток с большими порами достоверно снижает показатель послеоперационных болей и то, что называется ощущение инородного тела. Применение облегченных композитных сеток может предупредить такие осложнения, как миграция и сморщивание протеза, хотя вот таких работ пока сравнительных особо нет. Но показано, что сморщивание тяжелой сетки происходит достоверно больший процент, чем сморщивание легкой. Вот здесь окончательный объем легкой сетки, здесь окончательный объем тяжелый. Различия эти достигнуты в эксперименте, и они в настоящий момент недостоверны. Что мы можем сказать в целом? Пластик электринстейна на сегодня является наиболее распространенным методом лечения паховых грыжей. Как современная методика предлагает делать эту пластику? Первое. Сетка подшивается к внутреннему краю прямой мышцы живота, к ее апоневрозу, не к лунной кости. Подшивается П-образным швом. При этом должно быть хотя бы сантиметровый нахлест на лунную кость. Смотрите, сетка должна на 4 сантиметра отходить от дефекта. Современные варианты размеров сетки, это рекомендуется не менее 8 сантиметров ширина и не менее 14 сантиметров длина. Далее сетка подшивается непрерывным швом к паховой связке. Подшивание идет до уровня внутреннего пахового кольца и дальше сетка не шьется, потому что вот здесь генитальная ветвь генитфеморального нерва проходит по паховой связке, может быть взята в шов. Сверху сетка шьется двумя, как правило, двумя узловыми швами. В ситуации, когда паховая грыжа одновременно имеет бедревую грыжу, часть сетки может быть подшита к куперовой связке, закрывая одновременно и бедренное кольцо. Вариант операции мы с вами пропустим, потому что это неинтересно. Размер сетки, я уже сказал, на сегодня 8,5 ширина, 14 сантиметров длина и не меньше. Другой вопрос, вы дальше можете сетку докроить по размерам конкретно отдельного пахового промежутка, но в стандарте мы закупаем и применяем сетки 10 на 15 сантиметров. Звук пропал пешки. Нужно или не нужно иссякать грыжевой мешок? Вот одна работа была рандомизированного исследования. Половину иссякали, половину не иссякали. Послеоперационная боль достоверно больше у тех, у кого иссякали. И на первый, и на седьмой день, и даже на десятый день есть разница. И разница статистически достоверна. Удалять или не удалять жир? Достаточно часто грыжа является не грыжей в чистом виде, а предбрюшенной липомой. То же самое, если мы удаляем жир достоверно больше послеоперационной боли. И в первый, и в седьмой, и в десятый день. Поэтому ни грыжу, ни жир удалять не надо. По рекомендациям обида. Первое. Необходимо использовать сетку большого размера. Обнять сеткой семенной канатик. Все, звук есть. Спасибо. Подшить верхний край двумя, нижний одним непрорывным. Сетка должна быть расслабленная, без натяжения. Видеть и защищать все нервы во время операции. Это целая книга амида, посвященная послеоперационной боли, как неврогении, неврологии. И вот варианты нервов, неврином, которые образуются при повреждении клипса или швомли. И варианты, видите, необходимой пересечения нервы, удаления его, как вместе с сеткой, так и без сетки. Лапароскопический метод сегодня применяется все шире. Мы о нем поговорим через неделю на таком же семинаре, который будет посвящен именно лапароскопической пластике. Что касательно антибиотики, профилактики, при открытой операции считают ее возможной, при лапароскопической операции считают, что она не нужна. Здесь показана антибиотика-профилактика все-таки дает достоверное преимущество. Но, еще раз говорю, при лапароскопической технике она считается ненужной. Что делать с двусторонними грыжами? Лапароскопически или открыто? Здесь, конечно, при двухсторонних грыжах рекомендован лапароскопический доступ. Открытый доступ сегодня как альтернатива не рассматривается. За исключением редких случаев, когда больному по какой-то причине не показана общая анестезия. Либо больной крайне сложный для общей анестезии. Что делать, если сетка инфицирована? Здесь достаточно много случаев, когда сетка сетка вынуждена удаляли из-за инфекции. Обратите внимание, если сетка удаляется, это совершенно необязательно приводит к развитию рецидива. Нет. Единственное, что надо, здесь также написано, как и в других, из-за того, что количество больных все-таки в каждой группе очень маленькое, это в основном отдельное наблюдение, необходимо какое-то мультиклиническое исследование, которое может сказать, с какой частотой развивается грыжа, если удаляется сетка. Проблема рецидива. Очень интересная работа в Америке, которая говорит, что все говорят о рецидиве в размере 1%, но при этом год за годом на 300 операций по поводу паховых грыж приходится 20 тысяч, 25 тысяч операций по поводу рецидива. То есть, если посчитать по количеству выполненных операций, то оперированные рецидивные грыжи составляют порядка 10%. При рецидиве есть несколько факторов. Первый фактор хирурга, в первую очередь, это опыт лечения грыж менее 5 случаев в год. Ограниченная хирургическая техника, плохая хирургическая техника, открытая пластика под местной анестезией общим хирургам. Факторы хирурга, это нарушение хирургической техники как таковой. Смотрите, в первую очередь, неправильная размера, неправильная фиксация, пренебрежение перехлеста. Компанели попытался распределить, поклассифицировать рецидив. Рецидив недалеко от внутреннего пахового кольца, рецидив над лонной костью и рецидив полного дефекта. Выделил три варианта рецидива, но особого клинического значения это не имеет, при том, что чем дольше мы наблюдаем, в году после операции, тем больше процент рецидива. Вот здесь при десятилетнем наблюдении рецидив составил порядка 8%. Что делать при рецидиве? Основной принцип это альтернативный доступ. Если был на первичной операции передний доступ, повторно делается лапароскопический. Если операция выполнялась лапароскопичкой, повторно делается из переднего доступа. У больных высокого риска с тяжелой сопутствующей патологией предпочтителен передний доступ. При этом задний доступ к паховому каналу возможно сделать через разрез. Есть методики, в том числе методика Кюгеля. После лапароскопической пластики возможно повторная лапароскопическая пластика. Лапароскопический доступ имеет преимущество при сочетании рецидива и боли. Можно не только оперировать рецидив, но и сделать пересечение нервов. Лапароскопический доступ имеет преимущество у житель и у молодых больных. Желательно, чтобы клиника, которая занимается такими больными, владела и передним, и задним доступом. Здесь показано, что если была грыжа медиальная и первоначально Лихтенстейн, лучше лапароскопическая если грыжа была по поводу латеральной грыжи, то можно и лапароскопический и открыт. Вот лапароскопия при повторном рецидиве дает опять же рецидив грыжи медиальной отсетки. Как правило, рецидив происходит в зоне крепления к сетке клонной кости. Здесь еще одна ситуация, когда рецидив не виден при лапароскопическом доступе, видится при открытом. при лапароскопическом его нет, но при разрезе вы видите предбрюшинную липому. Это не совсем истинный рецидив, это оставленный жир, который дал предбрюшинную липому после пластики. Вот окончание этой операции, это пластика Лихтенстейн. Единичные случаи описаны применение айпом пластики при рецидиве после лапароскопической пластики. Это возможно, но каких-то достоверных результатов о качестве этой операции нет. Смотрите, если мы делали первичную пластику односторонней грыжи, процент рецидива менее одного, двухсторонняя порядка четырех процентов. Если мы оперируем рецидивную грыжу, причем двухстороннюю, процент повторного рецидива это сорок. Поэтому есть стандартная рекомендация, при развитии повторного рецидива лучше больного отправить в гернеологический центр и использовать индивидуальный подход к выбору метода пластики. Итак, сегодня пластик Эльхтенштейна либо ее модификации является наиболее широко распространенным методом лечения грыж. При этом есть такие грыжи, которые можно лечить только открытым доступом и даже не совсем пластика Эльхтенштейна, а вот такой вариант пластики керамирос. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, вы их можете задать в чате. Спасибо. 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 Игорь Негода